Различные праздники И сегодня я расскажу вам, как сделать так, чтобы на празднике вы испытывали радость и удовольствие от того, что для вас делает мужчина от тех сюрпризов и подарков, которые вы можете от него получить. Есть несколько причин, почему людям приятно дарить подарки. Первая причина, это, конечно же, проявление любви и заботы. Также мы дарим подарки, чтобы, чтобы уж там скрывать, получить очень приятную ответную реакцию, когда есть радость. И в такой момент нам хочется дарить еще и еще. Подарок — это способ показать, насколько мы прикольные, крутые и так далее. Особенно это говорит о возможностях мужчины и о том уровне, как именно он может радовать женщину. Чтобы реализовать вот эти самые главные задумки по подаркам, я хочу пройтись по каждому из этих пунктов. Но начну прежде всего с такого важного базового убеждения, что вы достойны того, чтобы вас радовали. Вы достойны того, чтобы вы получали подарки. И это нормально — хотеть подарок на любой праздник. Это нормально, этого желать. Это совсем не меркантильность. Это один из языков любви, когда вы получаете такие знаки внимания. Я очень часто в своей практике сталкиваюсь с такими договоренностями в паре, когда договариваются. Ну вот, мы не будем поздравлять друг друга на стандартные праздники, например, 14 февраля и так далее, но будем дарить спонтанно. И что в итоге получается? Что подарков нет как на стандартные праздники, так их нет и просто так без повода. И в итоге женщина понимает, что нет достаточного внимания от мужчины, и он в ней не так сильно заинтересован. Если у вас все равно есть вот это гнетущее чувство, что вы недостойны какого-то внимания, есть, конечно, много различных способов развить любовь к себе. И самый главный способ — это начать действовать, начать ухаживать за собой, потому что если вы ухаживаете за собой, то и мужчина, безусловно, будет в этом заинтересован. Следующий важный пункт, о котором я хочу поговорить — это выражение радости. Очень часто встречаю такую ситуацию, я называю это синдром советской хозяйки. Что это за синдром такой? Вы представляете, готовитесь к тому, что придут гости, вы надраиваете свою квартиру, убираете, протираете пыль, украшаете квартиру цветами или другими элементами. Приходят гости и говорят, о боже, у тебя так чисто, так уютно, так прекрасно. А вы говорите, ой, да ладно, я тут вообще три недели не убиралась. Вот этот такой комплекс советской хозяйки очень многие девушки переносят на свою реакцию на подарки. Представляете, мужчина долго копил, например, студент долго копил, чтобы подарить своей прекрасной девушке айфон. И вместо того, чтобы услышать от нее такую визжащую радость, он получает, ой, да зачем ты тратился, ой, да что ты, да мы могли бы месяц жить, там и так далее. То есть вот эти вот самые слова, вот этой самой советской хозяйки, они обрубают дальнейшее желание у мужчины дарить подарки и радовать свою женщину. И на самом деле дарить подарки заложено в природе мужчины, как когда-то в древности мужчины несли мамонтов к ногам своей женщины, так и подарки могут символизировать эти самые мамонты. И чем больше мужчина вкладывается в отношения, тем больше он ценит эти отношения, не надо тешить себя иллюзией, но вот зато у нас такая любовь, вся такая возвышенная. Мы просто друг друга любим, а подарки нам не нужны. Подарки – это один из способов показать вашу значимость и очень важный способ увеличить эту самую значимость. А что касается реакции, какая она может быть? Здесь она может быть совершенно разная и здесь важно подбирать эту реакцию под характер и темперамент вашего мужчины. Это может быть радостный возглас, это может быть визг, это может быть реакция, когда вы радостно бросаетесь на шею своего мужчины и говорите, «О боже, боже, да как ты понял? Я так давно это хотела, это так прекрасно, это так здорово, это так замечательно, какой ты мой замечательный волшебник, как ты делаешь меня счастливой, выполняя мои желания, мои капризы, даже те, которые я сама не осознавала». Получая такую реакцию адекватному мужчине, конечно, хочется и дальше радовать так свою женщину и продолжать для нее стараться. А получая такое холодное «ммм, спасибо», ему не хочется делать. И это нормально, что сначала он для вас старается делать какие-то сюрпризы, а потом перестает, потому что он не получает вот эту самую реакцию. И вообще есть такое исследование, что когда мужчина делает что-то дорогое, какой-то подарок для себя, покупает, например, себе машину, он радуется один промежуток времени. Но если он покупает ту же самую машину своей женщины, у него зашкаливает уровень тестостерона, и он каждый раз, думая, «Да боже, какой же я молодец! Я порадовала свою женщину таким дорогим подарком, какой же я замечательный мужчина», эта радость у него продляется гораздо дольше. То есть подарки выгодно дарить не только с точки зрения укрепления отношений, но и с точки зрения увеличения самооценки этого мужчины. И это то, что можно, кстати, мужчине рассказать, что это для него в любом случае очень полезно. Важно наблюдать за реакцией. И некоторые мужчины, например, обожают, когда вы не просто радуетесь, вяжете и бросаетесь на шею, а когда вы, например, приходя в гости, говорите, «Ой, смотрите, какой браслет мне он подарил!» А вы знаете, что мой любимый мне организовал волшебный сюрприз на крыше, я не знала, как вообще он понял, что я это люблю. Что вы делаете в данном примере? Вы берете и рассказываете другим людям. И мужчина может изображать, что ему не очень приятно, когда вы кому-то рассказываете о том, что происходит в ваших отношениях. Но если вы присмотритесь, скорее всего, вы увидите на его устах такую скрытую полуулыбку, когда он понимает, да, я молодец, я молодец, и мне приятно, что моя женщина об этом рассказывает. Поэтому не стесняйтесь, рассказывайте, говорите и так далее. И здесь очень отлично работает правило. Даже если вашего мужчины нет рядом, старайтесь про него говорить хорошее и обращать внимание именно на позитивные стороны, потому что вы не знаете, в какой момент ваш мужчина вас услышит. И это такой лайфхак, который лучше использовать. Всем другим людям рассказывайте только про позитивные стороны, особенно если эти позитивные стороны касаются подарков и романтических сюрпризов. Следующий момент, о котором хочу поговорить, это то, что мужчинам, в отличие от женщин, в большинстве случаев, очень сложно выбирать подарки. Большинство мужчин не очень умеют это делать. Ну, в основном, потому что их не научили или серьезно работают, у них очень большая загруженность. Может быть, что нет достаточно времени, чтобы продумать различные детали, чтобы что-то особенно подготовить, или может получиться что-то банальное, как сковородка или посудомойка. Поэтому по-хорошему нужно мужчине давать понять, что вам интересно, что вам бы хотелось. Дать это понять можно с помощью различных инструментов. Например, многие пары, в частности, я практикую такой удивительный виш-лист, где перечислены определенные предметы, которые и дорогие, и не очень дорогие, было бы мне приятно получить в качестве подарка. Таким образом, я в любом случае не знаю, какой из этих предметов я получу в качестве подарка, и при этом этот подарок будет мне приятен и полезен. Конечно, там остается пространство для творчества, не обязательно все придержится именно этого виш-листа, но, тем не менее, это очень сильно облегчает процесс выбора подарка моему мужу. И кто-то, конечно, может с вас сказать, «Боже, это не романтично». Пусть он сам догадается, но, как показывает практика, если не брать вот этот самый подарочный момент в свои руки, может получиться какая-нибудь ужасная история. Сколько у меня примеров из консультаций, когда дарили нам совершенно что-то невероятное. Какие-то кулинарные книги, когда женщина вообще никогда ничего не готовила. Либо какие-то аксессуары, которые никак не вписываются в женскую коллекцию одежды и так далее. Относительно этого виш-листа очень рекомендую быть максимально конкретной. Не просто «я хочу сережки», не просто «я хочу платьишко». Если вам нужно какое-то конкретное украшение, вы давно себе присмотрели, можно прямо давать ссылочки, что вот в этом магазине вот такое колечко, вот такое платьишко, вот такие туфельки. Конечно, вы очень сильно облегчите задачу мужчине, и он будет гораздо расположен такие сюрпризы делать. Конечно, данный список виш-лист, он необходим не во всех отношениях. Знаю мужчин, которые умеют дарить подарки, но если это не ваш случай, вы уже сталкивались с такими ситуациями, когда не очень приятно, то это тот самый способ. Как дать этот виш-лист? Не нужно «вот, смотри, вот мои подарки, вот давай дари, а то будешь не огонь». Здесь нужно поступать максимально приятно. Можно, в принципе, обменяться какими-то такими виш-листами. Он, например, может рассказать, какие эротические сюрпризы он хотел бы получить от вас, а вы можете показать ему список из этих вот желаний, и больших, и маленьких, чтобы, опять же, ему облегчить задачу. Следующий момент – это то, что вы говорите в процессе общения с вашим мужчиной, оно, безусловно, закладывает определенную программу. Например, приближается какой-то праздник, Новый год и так далее, вы говорите «Боже, я так жду, я все время в таком предвкушении от дня влюбленных, вот эта вот романтическая атмосфера, и то, что мы с тобой будем переживать, там, я готовлю тебе сюрприз, или я так настроена на какую-то романтическую встречу, и мне было бы так приятно, если бы ты сделал что-то невероятное, свидание в каком-то необычном месте. То есть, опять же, это не идет как бомбардировка навязанной программы «Ты мужик, ты мне обязан, ты мне должен, быстренько организуй-ка мне тут и подарок, целую машину». Ни в коем случае мужчина от такой директивной формы, он, наоборот, уйдет в протест и скажет «Почему ты мне указываешь? Это мой выбор, что дарить тебе и как мне с тобой взаимодействовать?» А это что-то мягкое. Например, вы идете мимо какого-то магазина и видите колье, которое вы хотели бы получить в подарок. Не нужно. Остановиться около витрины, вот так вот томно вздыхать и с грустными глазками Шрека смотреть. Он не поймет. Вообще, мужчина не склонна понимать намеки, когда вы говорите «Ой, я бы так хотела что-нибудь классненькое». Для мужчины эта фраза ничего не значит. А когда вы говорите «Я бы хотела какой-то праздник от тебя получить конкретно вот эту вещь, я была бы очень-очень счастливой», он может себе на подкорку взять вот эту информацию. «О, да, действительно, можно это запомнить». Также есть еще один хитрый способ – это преподнесение подарка с точки зрения выгоды для мужчины. Опять же, это не всегда нужно использовать, и не всем этот способ необходим, но вы можете в любом случае взять его на вооружение. Когда вы не просто говорите «Купи шубу, каждый мужик должен своей женщине купить шубу», это как-то не очень убедительно. Но если вы говорите про этот подарок с точки зрения выгоды, «Представляешь, милый, вот у меня всегда была фантазия, что я надеваю прекрасную норковую шубу себе на обнаженное тело, а потом мы с этой шубой идем в спальню, и прямо на мехах происходит что-то невероятное». Да, в такой фантазии, в таком подарке участвует мужчина намного приятнее, чем просто «Купи шубу, ты должен мне». И думайте, что будет мужчине от того, что вы получите этот подарок. Безусловно, все мужчины хотят счастья для своих женщин. Если скажут, я буду такой счастлив, я буду такой радостный, я буду таким удовольствием делать то-то и то-то, безусловно, ему от этого будет приятно. Но у меня очень большое замечание. Все вот эти способы, они работают, если мужчина, в принципе, в вас заинтересован. Если мужчина в вас не влюблен, если мужчине на вас наплевать, если вы уже давно развелись или давно расстались, и при этом с его стороны нет никакой заинтересованности, сколько бы вы конкретно ему не намекали и не сували свои виш-листы, ему будет неинтересно вас радовать. Это работает только на тех мужчинах, которые хотят нас радовать, которые нас любят и которым здорово от того, что мы радуемся. Какие еще фразы можно использовать? А когда мы обменяемся подарками? До боя курант или после них? Также можно говорить фразу «Я безумно люблю именно эту марку духов». Можешь иметь в виду для следующих праздников. Здесь очень важно, что что бы вы ни говорили, это не должно превратиться в квест «Разведи мужика на подарок», «Разведи мужика на сюрприз». Все равно основной посыл, который ваши действия должны нести, это посыл любви и посыл ответной реакции. То есть, если вы только ждете, что мужчина будет вам давать, а вы в ответ ему ничего делать не будете, то ничего хорошего из этого не получится. В любом случае, вы должны сами что-то мужчине давать. И вообще, провинализируйте свои отношения с мужчиной. А готовите ли вы ему сюрпризы? А готовите ли вы ему подарки? Говорите ли вы комплименты в достаточном количестве? И устраиваете ли вы какое-то совместное, интересное проведение времени? Потому что, с чем тоже периодически сталкиваюсь, например, приходит ко мне на консультацию девушка и говорит, «Вот, он такой, он сякой, он не делает мне сюрпризов, он не дарит мне подарков, он такой весь нехороший, негодяй». Я говорю, «Окей, а расскажите мне, пожалуйста, а сами что вы делаете для своего мужчины? Как вы ему показываете, что он вам дорог и значим?» Она мне на это говорит, «А я разве должна?» Чтобы такой ситуации не было, проверьте себя именно на инвестиции в отношения, а вносите ли вы достаточно и даете вы мужчине именно то, что ему нужно. Очень часто в отношениях бывает ситуация, когда, например, девушка очень любит подарки, она стремится их получать, для нее это такой способ понять, что ее любят. А для ее мужчины подарки не важны, он их не очень любит, он вообще не очень понимает, зачем они нужны, для него важны комплименты. Но если она не дает ему эти самые комплименты, для него вот эти подарки не будут ничего значить. Поэтому обязательно посмотрите, что важно для вашего мужчины и говорите именно на его языке любви. В конце данного видео я бы хотела очень подробно остановиться на тех отмазках, которые очень часто говорят мужчины, не приготовившие подарок к какому-либо празднику. И что с этими отмазками делать? «Ой, а у меня не было времени, ну ты же знаешь, я работаю, вообще мне не до этого». Либо «Ой, ну ты же знаешь, у нас ипотека, и вообще, и кошмар, и у нас дети, собаки, кошки, кролики, и вообще какие подарки, о чем ты говоришь» и так далее. Ну, слушай, сама себе покупаю подарки, я вообще не хочу заморачиваться, иди там, делай, что хочешь. Таких отмазок может быть очень-очень много, и от того, как вы отреагируете на эти отмазки, и вообще, как вы будете себя вести с мужчинами, от этого зависит ваше дальнейшее взаимоотношение. Если вы спустите на тормозах подобные отмазки и скажете, ну, действительно же денег нет, ну, действительно же ипотека, действительно кредиты, собаки. На самом деле можно делать подарки, не вкладывая туда какой-то большой бюджет. А здесь же все равно важно, что человек о вас подумал, что он помнит о вас и инвестирует в отношения. И если с вами мужчина так поступает, то значит, вы позволяете так собой поступать. Представьте какой-то женский образ, который для вас является эталоном. Для кого-то это может быть Моника Белуччи, для кого-то какой-то другой женский персонаж. Вот представьте, приходит к Монике Белуччи, ее мужчина говорит, ну, слушай, вот как бы, ну, ты же знаешь, денег нет, вот все вложил там в финансовую пирамиду, вообще кошмар. Как вы думаете, что скажет ему Моника Белуччи? Она скажет, ну, да, я все понимаю, конечно. Почему-то у меня вот этот образ не вяжется, да? Так почему вы хуже вот этого самого образа вот этой самой великолепной женщины? Подумайте, как этот персонаж отреагировал на вот эти слова мужчины. И помните, что если с вами так поступают, это повод вам поменять свое поведение, чтобы все-таки было так, как вы хотите. Резюмируя все вышесказанное, хочу, чтобы вы поверили, что вы достойны подарков, чтобы вы сами вкладывали соотношения, старались для мужчины, всячески готовили мужчину, то, что вам нужно, приятно, помогали ему с выбором подарков, и очень бурно радовались, когда он что-то преподносит вам большое. И еще хочу отметить ряд фраз, я о них чуть было и не забыла. Например, вы намекали, вы что-то делали, вы дали ему виш-лист, а он все равно принес сковородку. Такое бывает. К сожалению, не так редко, как нам бы того хотелось. Опять же, от вашей реакции зависит, а что будет дальше, а что будет дальше с вашими отношениями, и продолжит ли он вам таскать сковородки с крышками для этих самых сковородок. Если вы проглотите, скажете, сковородка, хорошо, да, конечно, ничего хорошего не получится, безусловно, надо порадоваться, безусловно, надо сказать, боже, мне так приятно, что ты потратил время, что ты выбрал, что ты инвестировал в наши отношения, там, вот это и вот это. В любом случае нужно выдать радость, это безусловно. Но при этом можно, либо чуть попозже, вы сами поймете, когда будет нужный момент, так с грустью вздохнуть, сказать, боже, я, наверное, какая-то неправильная, я так ждала, что ты устроишь нам вот романтическую встречу, я, наверное, тебе очень плохо намекнула, я, наверное, была неправа и не так конкретно в своих желаниях, я так хотела, но, видимо, я не донесла, вот, и я вот сейчас грущу, потому что вот я как-то неправильно все сделала. Что магического в этой фразе? Вы не говорите, ах ты, козел, я тебе тут написала 48 пунктов, что я хочу, почему ты это не сделал? Да, и там дальше идут нелицеприятные определения. А вы берете вину на себя, что, боже, я так плохо тебе намекнула, я вот, я так этого хотела, но ты, видимо, не понял, потому что я плохо намекала, плохо говорила и так далее. Мужчина, который вас заинтересован, он захочет спасти вас, он захочет, чтобы вы не расстраивались, он захочет сделать так, чтобы вам было хорошо, и вы не чувствовали вот это самое ощущение неприятное. Согласитесь, очень грустно, когда что-то волшебное не произошло, когда не случилась магия. И, взяв вину на себя, на самом деле выигрывают оба. Но, повторюсь, это работает только с мужчиной, который вас заинтересован, потому что если мужчина на вас наплевать, он скажет, ну, сама виноват. Это, кстати, один из хороших способов проверить отношение мужчины к вам. Ну что ж, мои дорогие, я желаю вам замечательных праздников и желаю, чтобы эти праздники все время проходили даже лучше, чем вы сами того желаете. А если вы не знаете, как радовать своего мужчину, если вы теряетесь в догадках, а что же можно сделать прекрасно для своего мужчины, приглашаю вас на сайт geishaskool.ru Там я рассказываю о тех удивительных эротических подарках и сюрпризах, которые вы можете сделать для своего любимого мужчины, чтобы у него напрочь несло крышу и чтобы этот праздник стал для него самым-самым лучшим и запоминающимся.